Что мужчины обожают в женщинах старше 40? Дело в том, что есть такие, знаете, предрассудки, предубеждения, что мужчины любят женщин помоложе, там желательно, чтобы какая-то была 20-летняя с идеальным телом, а потом, чем женщина старше, вроде бы, так считают в основном женщины, вроде бы, как ее ценность в глазах мужчины падает, потому что она начинает обрастать какими-то, не знаю, там, обязательствами, возможно, каким-то негативным опытом, и в результате, вроде бы, чем женщина старше, вроде бы, тем она менее мужчине интересна. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт-эксперт по отношениям, и сегодня мы с вами развенчиваем, так сказать, эти мифы по поводу того, что мужчинам нравятся женщины только помладше, и сегодня я вам расскажу о очень важных вещах, что мужчины обожают в женщинах 40+. Если вам эта тема интересна, обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. Первая вещь, которую мужчины обожают в женщинах старше 40, это то, что эти женщины ближе к реальности, у них уже есть какой-то опыт, они знают, как устроена реальная жизнь, они не находятся в плену своих иллюзий и таких идеалистических ожиданий от жизни, как это бывает у молодых девушек. Как правило, у женщин старше 40 есть какой-то негативный опыт в жизни, в том числе и негативный опыт в отношениях, и это бесценно, потому что мы за негативным опытом никогда не идем, мы никогда к нему не стремимся, никто не идет туда, где ему будет плохо. Но получив негативный опыт, мы имеем то, на что можем опираться. И как правило, женщины старше 40 точно знают, чего они не хотят в отношениях, они точно знают, каких мужчин они рядом с собой видеть точно не хотят. Поэтому они, соответственно, меньше сомневаются, меньше отколебрется. С другой стороны, образ идеального партнера у женщины старше 40, конечно же, он более реалистичный, более телесный, более ощутимый, более осязаемый, чем образ идеального партнера у 20-летней девушки. Потому что там, конечно, очень много таких мечтаний, фантазий, очень многое, что взято откуда-то из каких-то мифологий, сказок, рассказов каких-то родителей, других взрослых, каких-то других людей. То есть что-то, что пришло извне, а не является собственным опытом. Женщины старше 40 обычно более реально представляют себе, кого они хотят видеть рядом с собой. Вторая важная вещь связана с тем, что молодые девушки, как правило, имеют какую-то неуверенность в себе, часто скрытую, связанную с тем, что они пока еще не знают, насколько они цены. У них есть постоянные сомнения в том, что действительно ли я настолько цена вообще, могут ли меня ценить какие-то мужчины, другие люди. Поэтому молодые девушки постоянно требуют каких-то признаков внимания, возможно, подарков. Эти вещи могут быть как материальными, так и нематериальными. Но важно, что это должен быть какой-то внешний драйвер собственной значимости. То есть я должна постоянно чувствовать себя значимой за счет того, что другой человек, в частности мужчина, он постоянно мне вот это вроде бы как доказывает. Я даже немножко сомневаюсь в этом. Я его пытаюсь переубедить, что да нет, не такая вообще цена. А он говорит, да нет, ты все цены. Вот тебе подарки, вот тебе поездки, вот тебе там слова любви, вот тебе еще что-то. Женщины старше 40, как правило, уже знают, чего они стоят. И вот этот вот драйвер собственной ценности, он находится внутри. Женщина сама себе дает оценку, по большей части она себе ее уже дала. Конечно, для женщин старше 40 также важны и подарки, и знаки внимания. Все эти вещи важны. Но эти вещи для женщин, которые взрослые, важны для получения удовольствия. А для молодых девушек это по большому счету важно для выживания, для вот этого вот эмоциональной устойчивости своей. Соответственно, взрослые женщины, они не выносят так мозги мужчине, как это делают молодые девушки, потому что она может как получать любовь, так и давать любовь. Это никак не повлияет на ее самоценность и ощущение ее значимости. Она получает удовольствие в отношениях тем, что делится с мужчиной вот эта энергия. Она ее и получает от мужчины в виде подарков, внимания, заботы, и дает мужчине также в виде подарков, внимания и заботы. Все женщины требовательны и придирчивы. Это нормально. Как только женщина видит мужчину, которого она начинает считать своим, она сразу начинает от него что-то требовать. Вообще мир так устроен, наш мир движется вперед, потому что мужчины добиваются того, мужчины создают то, что от них требуют женщины. Но если молодая девушка, молодая женщина имеет в голове какую-то идеалистическую картину мира, то она, соответственно, требует от мужчины чего-то такого нереалистичного, идеального, чтобы он был всегда очень каким-то, знаете, как с обложки журнала. Она постоянно требует от мужчины, чтобы он был такой, каким она ожидает его, исходя из ее каких-то представлений, основанных на рассказах родителей, там каких-то, не знаю, сериалах, книгах, журналах. Ну вот о чем-то, что не связано с ее личным опытом, а что-то, что она где-то когда-то слышала. Взрослая женщина, естественно, она понимает, как устроены отношения, она уже имеет какой-то опыт, и она от мужчины требует какие-то вещи, ну такие реальные. То есть она понимает, что пусть он не всегда будет такой опрятный, как мне хотелось бы, потому что это второстепенная вещь, но главное, чтобы он не был лживым и отвечал за свои слова. А эти вещи важны. То есть взрослая женщина мужчине предъявляет требования. Каждая женщина, каждого мужчины что-то будет требовать. Но взрослая женщина требует от мужчины каких-то, ну реальных вещей. То есть чего-то, что можно выполнить. Соответственно, мужчина эти требования выполняет. И у мужчины создается впечатление, что женщина ему зря не выносит мозг. Потому что когда молодая женщина требует от мужчины, например, чтобы он постоянно, не знаю, ходил и был одет в таком стиле, в каком она там где-то видела в инстаграме, то он это воспринимает как вынос мозга, просто какие-то непонятные, бессмысленные требования. Женщины старше 40 больше, грубо говоря, разбираются в сексе. Сексуальность более развита, женщины лучше знают свои желания, знают свои потребности. У женщин есть какой-то опыт каких-то экспериментов, соответственно, они больше открыты к экспериментам как со своей стороны, так и к разговору с мужчиной по поводу того, какие у него есть предпочтения. У молодых женщин, как правило, сексуальность недостаточно развитая, и они к сексу относятся как к чему-то, что они меняют на доказательство своей ценности. То есть вот мое молодое тело, вот я такая идеальная, я могу с тобой заниматься сексом, а ты за это, пожалуйста, как-то сделай так, чтобы я чувствовала себя какой-то очень важной и какой-то особенной. То есть часто бывает так, что молодые женщины сексом занимаются не для своего удовольствия, а как будто бы для какого-то долженствования, потому что так нужно. Женщины старше 40, как правило, сексом занимаются для себя, и секс является не просто каким-то физиологическим эксцессом, а такой очень сложной взрослой игрой. Мужчины обожают женщин старше 40 за то, что, как правило, они самодостаточны, и с ними можно построить паритетные отношения, то есть отношения равных. Как правило, у таких женщин нет этих вот, знаете, сверхценных идей, таких навязчивых, что мне нужно срочно выйти замуж, или там мне нужно родить ребенка, или еще что-то вот нужно сделать, что есть у меня, ну как будто бы в моем списке вот того, что нужно сделать. Все вот эти вот программы свои женщина к этому возрасту либо уже реализовала, либо попробовала реализовать, у нее не получилось, и она решила, что это не мое. Также, как правило, женщины старше 40, они не отягощены какими-то обязательствами, которые не являются их выбором. То есть женщина понимает, что это моя проблема, потому что я хочу, чтобы это была моя проблема. А это не моя проблема, и это не является больше моей проблемой. То есть с такой женщиной можно находиться рядом, такая женщина, она не требует того, чтобы ее спасали. 20-летние девушки молодые часто к отношениям с мужчиной относятся как к отношениям, где она, вот я сепарируюсь от отца, и тут же вступаю в отношения с другим мужчиной, который будет меня финансово снабжать, который будет решать за меня проблемы, там, не знаю, как заплатить за коммуналку, как получить там права, как заплатить штраф за то, что я на укупленных правах там куда-то попала в машине, там, что все эти вот вопросы, все он должен решать. То есть такая женщина находится в зависимых отношениях от мужчины, и, конечно, есть такие мужчины, которым интересно находиться в отношениях, где я как папик, она как такая вот, ну, как зависимая от меня молодая такая дочечка, и мы в таком наклонном контакте, где я хочу, в общем, общаюсь с ней, не хочу, могу как угодно с ней поступить, она же от меня зависима. Но вообще мужчинам важно иметь рядом с собой взрослую женщину, с которой можно, ну, общаться на равных, с которой можно и как-то и посоветоваться, с которой можно поговорить о чем-то важном, чтобы у этой женщины были свои какие-то мечты и фантазии, чтобы она не только смотрела за тобой и повторяла все, что ты ей говоришь, чтобы эта женщина была каким-то другим человеком, который был бы рядом с тобой. Конечно же, женщины старше 40, они как раз таки удовлетворяют этим мужским запросам. Мужчина видит напротив себя женщину, которая является целостной личностью, независимой, самодостаточной, и с которой интересно, ну, замутить, так сказать, какой-то проект, с ней интересно что-то сделать, потому что я знаю, что я могу, она знает, что она может, а вместе мы можем сделать что-то гораздо большее. То есть мужчина видит, ну, это не просто женщину, мужчина видит перспективу своего дальнейшего счастья, их общего дальнейшего возможного счастья. Просьба к мужчинам, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, за что еще мужчины ценят и обожают женщин старше 40. А к женщинам у меня просьба, если вам понравилось это видео, понравилось то, о чем я говорил, напишите, пожалуйста, в комментарии плюсик, чтобы я понимал, сколько женщин согласны, собственно, с этими критериями. Также ставьте лайк, если в целом вам видео понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.